Видео я же снимаю не очень близко, поэтому и сильно так и не стараюсь. Только по второго дня. Я уже сегодня четыре раза успела переодеться. У дочки там небольшой форс-мажор получился. Сейчас мы идем на тренировку, а бабушка пойдет домой, и тогда меня заберет папа. Ну, а там мама пылесосит. Да, мама вот так пылесосит. Всем добренького утречка, девочки мои. Проснулась сегодня, настроение у меня хорошее. Хотя погода пасмурная, идет дождь. У нас сейчас зарядили дожди на неделю. Но и тем не менее солнышко, которое я получила тогда, лучики на себя, вы видели, да, на обложке. А оно до сих пор у меня еще, это солнышко в душе осталось. И в сердце. И я хочу этим солнышком делиться с вами. Так, ну что у меня на сегодняшний день? Я сейчас смонтировала видео там, где у меня фаберлик, и где у меня уборка идет в шкафу с продуктами. Сейчас на данный момент я хочу привести себя в порядок. Кстати, хочу сказать, девочки, голову мою через день. У меня жирнеет корни волос, хотя сами волосы сами по себе, вот они пушистые, чистые, все. Но из-за того, что корни жирнеют, из-за этого у меня теряется форма, уже как-то пышность вроде как уменьшается. Ну, как-то не так уже волосы лежат, хочется их уже опять-таки уложить симпатичненько. Я хочу сегодня протестировать вот этот вот шампунь и бальзам кондиционер для волос. Это для окрашенных волос, это я в обзорчике показывала. Сегодня я протестирую, посмотрим, что за шампунь и вообще, как он в мытье. Легкий запах хвои такой, приятный запах. Вот, в общем, сейчас буду приводить себя в порядок. Позавтракать надо. Овсяночка, как хорошо все-таки, что вот такие пакетики овсяночки, когда вот нет времени возиться с чем-то. По-быстрому заварил, по-быстрому поел. Плотно завтракать я не привыкла, у меня обычно с утра нет аппетита. Я кофе пью и как бы оно аппетит взбивает. Но до обеда еще, чтобы дожить, вот этой овсяночки мне вполне хватает. Бывает полдня еще, после нее не ем ничего. Так, ну сейчас я бегу купаться, мыться, приводить себя в порядок. Сегодня еще хочу снять для вас видео «Вопросы и ответы». Я посмотрела там на несколько видео назад и, в общем, пособирала вопросы. И, в общем-то, решила на них ответить. Я думаю, это на отдельное видео потянет, будет отдельное видео. Вот. Ну, а после этого уже посмотрим, что у меня потом, насколько у меня еще хватит сил, чтобы что-то еще по дому похлопотать. По дому похлопотать. У меня есть еще некоторые углы, куда еще не позалазила. Вот я хотела в морозилке еще порядок навести, компотик сварить, там у меня еще ягоды хранятся, там кое-что поубирать нужно и посмотреть, что. Что-то, может быть, уже и нужно. В общем, короче говоря, ну, я надеюсь, в это видео это попадет. В общем, оставайтесь со мной, девочки. Будет впереди еще много чего интересного. Так что не переключайтесь. Ой, а птички поют. Какие молодцы. Вот все-таки, девочки, хоть и пасмурно, но солнышко, оно немножко все-таки пробивается. Как-то так пытается сквозь тучки, сквозь облачка. Вот там на дереве сидят наветочки такие маленькие птичечки. Как синички, что ли. Маленькие такие. И вот они поют, перекликаются. Вон, какая прелесть. Все равно весна, она пробивается. Хоть как ни крути, ни верти. Летает. Летает на веточках мои маленькие, хорошенькие птичечки. Лапулечки. Ой. А воздух какой свежий. После дождика. Дождик прошел. Был утром рано. Ночью был дождь. А сейчас хорошо. Ой, просто кайфую. Все, побежала купаться. Все, девочки. Я искупалась. Пока у меня челма на голове. Я решила нанести на кожу лица некоторые средства. Вот это у меня. Это что? Это база у меня такая. У меня еще одна база есть. Ну, вот этой базой можно нанести. Что хочу сказать за шампунь. Шампунь отличный. Распенивается буквально прям с первого раза. Очень хорошо мылится, пенится. Нежный, приятный такой запах. Легкий такой, хвой. Чуть-чуть. Ну, и кондиционер, соответственно, тоже хороший. Вот. Так. Так, сейчас базу наносим. По-быстенькому. Так, что-то я халатик одела. Теплый. Мне в нем жарко. Ладно. Я сейчас быстро-быстро накрашусь. Я хочу слегка накраситься, потому что, когда я стационарное видео снимаю, я могу накраситься, отсняться и огнеться. А влоги я снимаю не накрашенные, девочки. Потому что влог я снимаю в течение дня. Я уже говорила, что я долго не могу накрашенные находиться. У меня начинают глаза болеть. Так. Вот этот вот крем я уже вам показывала. Какой у него там номер. Говорила я вам его. Такой же, как у дочки. Ой, я не вижу сейчас без очков, девочки. В общем. Ну, на самом деле, номера у всех-то... Там есть несколько разных номеров. У каждого свой тон. Но у меня лицо светлое, поэтому не вот этот тон. Хочу нанести его. У меня тут передо мной стоит зеркало, которое от Faberlic с подсветочкой. Хорошенькое зеркальце, подсветочка клевая. Так. Голова-то будет. Так. Ну, еще сейчас чуть-чуть. И потом я хочу запудрить это потом. А вот эта пудра, она прозрачная на самом деле. Которую я вот последний в Faberlic показывала, обзор. Пудра универсальная, подходит под любой тон кожи. А суть в нем в том, что она прозрачная, эта пудра. Она не имеет своего тона, поэтому, конечно, подходит под любой тон. И она просто блеск вот этот вот припудривает. И все. Так. Ну, слегка. Так. Ну, и вот эту вот пудру, вот она, прозрачная. Мне она понравилась. У меня пудра есть, рассыпчатая. Ну, она так вот, для стационарного, можно сказать, использования. Так с собой не возьмешь. А эта пудра компактная, с этой вот штучкой. Ее можно и с собой взять. Вот, слегка приглушила я блеск. Все, ничего не блестит. Отлично. И немножко тени. Тени, я не знаю, это Faberlic. Они такие вот серенькие. Я номера не вижу. Ну. Вот такой цвет. Чуть-чуть. Вот так вот. Затеняю и все. Это вот, когда мне надо по-быстрому. Я, конечно, особо не стараюсь, девочки. И если я никуда не иду, никто меня не видит. Ну, кроме видео. Но видео я же снимаю не очень близко. Поэтому и сильно так и не стараюсь. Сейчас по-быстрому просто сделаем чуть-чуть. Оно уже и неплохо будет выглядеть все равно. Так. Немножко вот так. Так. Вроде бы не одинаково сейчас. Подравняем сейчас. И еще одна у меня кисточка есть потоньше. Это под глазами. Чуть-чуть. Вообще, когда тени вот эти есть, ресницы красят не обязательно. Если я не собираюсь снимать вблизи. На некотором расстоянии. Просто глазки обозначиваю. Ну, и еще немножко сделаем не румяный, а как бы скулы выделим. Вот такой вот у меня. Это я не знаю, ну, как румяна, не румяна. Есть, конечно, у меня розовый, там, другие какие-то цвета. Но, когда я хочу такой нейтральный цвет, просто выделяю скулы чуть-чуть. И все. Так. Есть малеха. Вроде одинаково. Все. И чуть-чуть надо нарисовать губки. Так. Где мой карандаш? На самом деле губных у меня целая куча. Их надо, кстати, перебрать. Тоже уже никто и давно у меня лежал. Ну, я вот как прицеплюсь к каким-то там вот двум. Две-три. Все. И все время я не пользуюсь. Ну, весна раз пришла, уборка раз началась, я доберусь и до губных, и до всего прочего. Я еще много куда доберусь. Ну, в общем, как-то так. Сейчас немножко подровняю и буду сушиться. И к вам вернусь. Ну, вот, девочки мои, я волосы уложила. Вот, кстати говоря, когда волос вырастает уже вот на такую длину, вот она не короткая уже и еще не длинная. И мне вот эта длина очень нравится. Так, ну, сейчас он мне немножко подскоченый, чуть-чуть похожу, и он у меня уляжется. Что хочу сказать, девочки. Шампунь шикарный просто, волосы такие шелковистые, пушистые, не знаю, классные. В общем, прямо нравится мне этот шампунь. Буду еще заказывать. Вот, но еще на мокрые волосы я брызгаю вот это вот масло для волос. Тоже Фаберлик я беру. И посмотрела я номер этот вот бибикрем тональный. Это 6416 у меня. Вот, все, я готова. Красоту навела. И сейчас пойду, подсниму вам видео, вопросы, ответы. И потом мы вернемся к нашим насущным делам. Классно, да? Девочки, сняла для вас только что видео, вопросы и ответы. 40 минут болтала без умолку. И даже подустала чуть-чуть. А на улице я смотрю, солнышко выглянуло. Хотя сегодня пасмурно, дождь. Но дождь еще будет, ночью будет точно. А сейчас ветра нету, солнце светит прям классно. Сейчас выглянем в окошко, посмотрим, что там сейчас делается. Вот, а мне нужно сейчас немножко отдохнуть. И я уже, наверное, пожалуй, сниму макияж. Уже все, все, отснялась. Кстати говоря, посмотрите, вопросы и ответы. Кто не смотрел, я думаю, что это видео у меня, то видео у меня выйдет раньше, чем это. Потому что влог я еще продолжаю снимать. И буду снимать еще завтра. Сегодня на этом все не заканчивается. Сегодня я еще не знаю, что я смогу сделать. А если ничего уже не смогу сегодня сделать, значит, буду делать завтра все это. Все это перекладывается, откладывается. Потому что силы, знаете, они вот имеют свойство у меня быстро заканчиваться. Вот. Это, кстати, тем я говорю, кто считает, что я целыми днями лежу и смотрю сериалы. Нет, девочки. Я утром встаю и начинаю что-то делать. И делаю до тех пор, пока я уже не чувствую, что уже у меня все начинает уже там все болеть. Быстро устаю, к сожалению. Вот. Ну и все. Посмотрели на меня красивую, теперь я умоюсь и буду уже потом, как всегда, как обычно. Пока я снимала видео, у меня как раз вывелось уже то видео, которое мне нужно сейчас проверить. И уже загрузить на YouTube, чтобы вы уже фаберлик у меня могли смотреть. Видите, у меня процесс идет. Я, когда свободная, ничем не занята, у меня одно видео снимается, другое монтируется, выводится. И помимо всех прочих дел, которые я еще успеваю делать. А дела, конечно, когда, если я что-то снимаю, какие-то свои дела, ну, они делаются медленнее, потому что пока свет направишь, камеру направишь, да, чтобы с ракурса не с такого, а с другого показать все это, то паузы ставишь, потому что я же не только все время прям делаю-делаю какие-то, что-то где-то вырезать, приходится что-то на паузу ставить. В общем, таким вот образом происходят съемки. Я уже за сегодняшний день, а еще только по второго дня, я уже сегодня четыре раза успела переодеться. Переодеваюсь без конца. Вот. Ну все, девочки, сейчас мне нужно немножко передохнуть, проверить видео, и попозже уже я тогда к вам вернусь. Совсем другое дело, правда? На улице ветра нету, хорошо. На улице просто классно. Тепло. Градусник у меня, конечно, врет, на него солнце уже светит. Вот. Ну вообще, конечно, бы выйти по улице, бы пройтись, но не знаю, не знаю. Будет ли у меня на это время и силы. Посмотрим. Всем доброе утро, девочки. Я проснулась. Проснулась, правда, уже давно. Уже успела смонтировать видео, вопросы и ответы. Кстати, хорошее видео мне понравилось. Я с удовольствием его монтировала. И вот долгожданная болталочка, как раз-таки для тех, кто любит послушать мою болтовню. Я ответила на все ваши вопросы в развернутом виде, в общем, дорвалась, так сказать, до болталки. В общем, с удовольствием пообщалась с вами. А то я в последнее время как-то кручусь, суючусь. И, в общем, так вот, о чем-то таком ожизненно поболтать и нету возможности. Так что заходите, посмотрите. Вопросы и ответы выйдут раньше, чем это видео. Поэтому, кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Узнаете очень много-много нового интересного. Ну и также о моих планах на будущее. Вот. Так что сегодня что у нас? Сегодня, девочки, идет дождь. И дождик будет сегодня идти целый день. Я собиралась сходить в магазин. Вчера не нашла времени. Я, правда, так написала небольшой списочек. Кое-что купить, фикс прайс зайти. Но вчера я закрутилась и не нашла времени, в общем, выйти. Потом уже как-то уже смеркалось, я не пошла. А сегодня уже негласная погода. И я решила никуда не идти. Тем более, что мне сегодня все равно предстоит выйти из дома. Сегодня Настю мне надо забирать с садика, отводить на тренировку. Ко мне Настю не придет. Она придет ко мне завтра. У нее завтра тренировки нет. Я сегодня на тренировку отведу. Ну, а заберет уже сын. Вот. Так что до вечера, в общем-то, я ничего не планирую. Кушать я готовить не знаю, наверное, не буду сегодня. Может быть, что-нибудь приготовлю на вечер. На обед у меня есть что покушать. В общем, пока я в раздумьях, что делать, чем заняться. Вообще, честно говоря, я заметила, когда идет дождь на улице, и мне и спать хочется, и делать ничего не хочется. Какая-то такая пассивность сегодня. Я собиралась там перебрать кое-какие там крема, какие-то баночки, скляночки. Что-то нужно уже лишнее отложить, либо отдать, либо что-то выбросить. Хотела это перебрать. Но у меня нет желания сегодня, настроения, ничего делать. Так что я, наверное, сейчас пока включу телевизор. Пока у меня видео выводится, немножко телек посмотрю. Потом видео проверю, опубликую. Ну, и за это время, может быть, в голову что-нибудь придет, и, может быть, что-нибудь я вам подсниму еще. Ну, пока отдыхаем. Ну, что, девочки, вот я к вам и вернулась. Опубликовала видео, вам на субботу поставила вопросы-ответы. В общем-то, есть там, как говорится, повод для размышления. Посмотрите. Особенно те, кто пишут мне частенько, почему бы вам не поменять квартиру, купить однокомнатную с ванной, с отдельной кухней. Вот, я там как раз отвечаю на этот вопрос, почему я этого делать не собираюсь. Вот, ну, пройдите, посмотрите. Так, а что сегодня? Сегодня я днем хотела сходить в магазин. Потом думаю, не пойду. Пойду уже, когда за Настей в садик, отведу на тренировку и зайду в магазин. Но не тут-то было, как говорится, не откладывая на потом. Но, слава богу, ничего там срочного у меня такого нету, чтобы купить. Это я могу завтра все купить. Планы поменялись на сегодняшний вечер у меня. У дочки там небольшой форс-мажор получился. Она поехала в салон, там что-то делать со своей прической, с волосами. Вот. И позвонила мне. И, в общем, говорит, что не укладываются они там по времени. Эта процедура оказалась дольше, чем запланировалась. И попросила меня забрать Дэнечку. Поэтому я сейчас собираюсь, чуть-чуть пораньше выйду из дома. Настю заберу из садика, отведу на тренировку. Пойду в детский садик, в другой заберу Дэнечку, отведу его домой. И буду дожидаться дочку, когда она уже приедет домой. В общем, такой у меня сегодня вечер. Но там, к сожалению, дождь полощет на улице. Это очень неудобно. С зонтиком это нужно будет по-быстрому, по-быстрому, мелкими перебежками. В общем-то, особо снимать будет мне, наверное, неудобно, особенно на улице. Но посмотрим, что удастся мне снять. Я сниму, и вы это увидите в этом видео. Все, теперь я одеваюсь, собираюсь и бегу. Девочки, идет дождь, но я с зонтиком. В общем, я вышла и иду в садик. Ну, можно сказать, прямо лечу. Да, конечно, погода не шепчет, особенно вот это с зонтом ходить я не люблю. Ладно бы он прекратился на время, этот дождь. А еще с детьми как-то это не очень удобно. Вот, ну ладно, идем. Вот такое пасмурное у нас сегодня. Такой пасмурный день. Целый день поливает. Все, девочки, пришла в садик. Я жду. Родители тут тоже стоят. Ждут, пока детей оденут, выведут и вручат лично в руки. Вот, то, что дождь идет и приходится зонтик держать в руках, это, конечно, не камерфо. И сумка у меня еще, я ж дочке еду с сумкой. А вот, то, что нет ветра и все-таки тепло, это радует. Так, вот она, Настюха. Скажи всем привет. Всем привет. Куда мы идем? Домой. Нет, не домой. А куда? На тренировку, ты что, забыла? Ну вот. Ну, мы ходим, и все. Сейчас. Мы сейчас идем домой. Не домой. И идем на тренировку. Мы не домой, мы сразу на тренировку идем. Сразу на тренировку. И сейчас мы идем на тренировку, а бабушка пойдет домой, и тогда меня заберет папа. А потом я поеду домой, и там буду спать. А на следующее утро будет пятница, а потом суббота. И в субботу у меня будет очень долгая тренировка, а мама и папа будут дома работать. Завтра после садика я тебя забираю, будешь у меня вечером. Да. Вот. Так что прощаешься ты ненадолго с девочками моими. А я сейчас тебя отведу и пойду в детский садик Дэню забирать. Его мама забрать сейчас не может. Я его заберу, домой отведу. Так что мы с тобой бежим. Все, я выключаюсь. Скажи всем пока. Пока. Все, девочки, я Настю отвела на тренировку и сейчас подошла на остановку. Ой, как шумно. Ты селегу за Дэню. Все, Дэнечку забрала, на улице снимать неудобно, дождик там идет. Милочка бабушку сразу узнала. Сразу давай бабушку облизывать, обнюхивать. Да, моя ты зайка. А Дэнечка бабушку не сразу узнала. Да, бабушка в садик пришла. У Дэнки глаза удивленные. Это крем. Крем, да. Бабушка молочный ломтик Дэнечке дала. Ну, кушай, зайчик. Кушай. Ну, все. Да, милочка, давно тебя не видела. Вкусный крем. Вкусный крем, да. Сейчас надо маме позвонить. Всем привет, скажи. Всем привет. Вот, садись, кашку давай кушай, зайчик. Да. Все, Дэня сел кушать, ужинать. Да. Ты за бабушкой соскучился? Да. Да, и бабушка за тобой соскучилась. Да, бабушка соскучилась. Соскучилась. Скажи, мама скоро приедет. Мама скоро приедет. Все, умничка. Бери ложечку, давай ешь. О, Дэня у нас качается сегодня. Качается, нравится ему. Вот у мальчика, у девочки разные игры вообще. Совсем разные. Так, вот, сейчас закрутил веревочку и теперь будет крутиться. Все, как на карусели. Готовится в космонавте. Все, молодец. Молодец, космонавт. Аккуратно, Дэн, не ударься. Вот так вот волнуйся за детей вечно. Чтоб не ударился, не дай бог, что-нибудь. Ты, милочка, милочка-косочка, приблазная такая. Ты соскучилась за мной, да? Соскучилась. А ты что кусаешься? Кусаешь за чего? Ты поиграть и хочешь? Поиграть и хочешь? Скажи, что такое? Пришли, со мной никто не играет. Дэнка не играет со мной, да? А я тут скучно была целый день. Ты морда такая, морда. Скажи всем привет, девочки. Привет, девочки. Коша, Коша, соскучились девчата за милкой, да? Вот она, вот она моя косочка такая. Маленькая. Манюнечка. Вот так радуется. Ну, давай, попылесось. Помогай маме пылесосить, давай. А там мама пылесосит. Да, мама вот так пылесосит. Помощник. Пошел убирать. Вообще, девчата, для меня неожиданность, и для дочки неожиданность, и для Дыни неожиданность, что я сегодня сюда приехала. Это вообще как-то так просто форс-мажор получился. А там мама пылесосит. Дыня не ожидал, что в садик бабушка вместо мамы придет. Он уже по лесенке спускался, меня еще не видел, а уже я смотрю расстроенный был. Ему сказали, видно, что бабушка пришла. Ну, пока мы дошли, все нормально поговорили. Вот Дыня тут теперь веником шурует, помогает маме. Это мама пылесосит. А Дыня помогает маме, да. Ну, в общем, так вот, потихонечку ждем маму. Я сегодня оставаться здесь не буду. Маму сейчас дождусь. Передам ребенка на руки и поеду домой. А на выходные, может быть, сюда приеду сегодня. Но на эти выходные, скорее всего. Ну, что, девочки мои, время полдвенадцатого. Я только что приехала домой. Дождалась я дочку. Мы с ней там еще часик поболтали. Наговориться не могли. Нужно побыстрее, побыстрее, потому что ей рано вставать. И, в общем, а мне ехать тоже надо домой. И я тоже уже спать хочу. Глазки, видно, закрываются уже. А мне сейчас надо это видео кинуть на обработку, чтобы завтра с утра я его смонтировала. В общем, с дочкой договорились завтра созвониться. И мы с ней решим, когда мы встретимся, чтобы наговориться, наболтаться и так далее. В общем, соскучились давно. Много скопилось тем, которые нужно обсудить, поговорить. Вот, ну, а на этой позитивной ноте я хочу с вами закончить. На этой позитивной ноте я хочу с вами попрощаться, девочки. Закончить это видео, потому что мне надо завтра его смонтировать. И потом в выходные дни я вообще не знаю, что я буду делать. Ну, во всяком случае, в субботу я буду... А, в субботу я не с Настей. Наверное, с Дэнни. Ну, в общем, не знаю. В общем, короче говоря, видео хочу это смонтировать и быстрее вам выпустить, чтобы скорее вы посмотрели, сколько я там наснимала. Не знаю, может быть, она коротюсеньким получится. Ну, ничего страшного. Уже будет у нас... Суббота будет новый день. Завтра я хочу вот это видео смонтировать и ничего завтра больше не делать. А в выходные дни уже начну новое видео снимать. Как я эти выходные буду проводить, я не знаю, но будет видно. И вы все это увидите. Ну, все, девочки. Хочу сказать спокойной ночи. Спокойной ночи, девочки. Кому видео понравилось, как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забыл подписаться и пишите комментарии, комментарии сочетаю. До новых встреч, девочки. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok